Я буду там, где тяжелее всего. Последнее, что успела пообещать своему отцу Алла Галинская, анестезиолог-реаниматолог Брестской областной больницы. Смерть родного человека привела ее в одну из самых сложных эмоциональных профессий. За плечами Аллы Галинской практика в Годенской реанимации, в московских больницах, знаменитой клинике Боткина и Институте Слифосовского. Главное спасти, говорит Алла Дмитриевна, вспоминая одну из самых тяжелых историй в своей профессиональной жизни. Помню, когда-то у нас в Гродненской больнице скорой помощи поступил в приемный покой маленький ребенок. Его сбила машина, и эта машина его же и привезла. И когда я несла 4-летнего ребенка на руках, я, будучи совершенно молодой девушкой, 20, скажем, с хвостиком лет, я ощутила, что такой инфаркт миокарда, хотя он у меня не разлился, потому что я ощутила острую боль, которая просто разливалась, разливалась в разные стороны. Потому что ребенок не дышал, у ребенка не было сердцебиения. И, в общем-то, когда мы работали над этим ребенком и спасали ему жизнь, эта боль продолжала меня беспокоить. Потом она ушла саму собой, я ее перестала ощущать. Искусные мастера избавления от боли. Так можно назвать анестезиологов Брестской областной больницы. При неудачном исходе операции они забирают эту боль пациента, его родных и близких, себе. Эмоциональные перегрузки этой специальности в 100 крат тяжелее физической усталости. По статистике, средняя продолжительность жизни у анестезиологов 49 лет. По вредности эта профессия приравнивается к работе летчиков-испытателей. Ежедневная борьба со смертью формирует у ангелов-хранителей в белых халатах свою философию жизни. Профессия достаточно сложная. Она требует здоровья хорошего психологического и физического. Это раз. Важно, наверное, что для любого медицинского работника, наверное, человеком всегда оставаться в этой профессии. Надо ценить каждый день этой жизни, каждое мгновение, радоваться всему, как тащит муравей соломинку, как квакают лягушки, какие звезды яркие на небе. Каждому дню, потому что каждый день, прожитый нами, он неповторим и никогда не вернется. Ежегодно через реанимационно-анестезиологическое отделение Брестской областной больницы проходит около тысячи человек. Анестезия применяется при десятках хирургических операций, поэтому профессия врача-анестезиолога требует глубокого знания большинства медицинских дисциплин. В помощь профессионалам современное оборудование, препараты, а еще вера в чудо. Появляются новые дыхательные аппараты более высокого класса, которые позволяют выхаживать более тяжелых больных с более тяжелой патологией, чем ранее было. Появляются новые мониторы, которые регистрируют основные параметры пациента. Артериальное давление, температуру, электрокардиограмму. Появились новые методики для измерения инвазивного артериального давления. Недавно мы внедрили методику измерения внутричерепного давления. Сегодня анестезия широко применяется при хирургических операциях и даже во время визита к стоматологу. Современный наркоз предусматривает использование более действенных препаратов, состав которых не перестает совершенствоваться. Каждый день они помогают анестезиологам и хирургам отвоевывать у смерти такую дорогую человеческую жизнь.